Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики, посетители канала Процветок. Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую. Тема подделки или качества биопрепаратов, предназначенных для защиты растений, является очень и очень актуальной и вызывает действительно неподдельный интерес у наших зрителей. Отсутствие нормативного контроля за качеством выпускаемой продукции позволяет недобросовестным производителям выпускать на рынок все, что их душа попросит. И, конечно же, здесь не обходится без злоупотреблений. К сожалению, низкое качество, зачастую низкое качество продукции, которая выпускается и которая может быть найдена на рынке биопрепаратов, предназначенных для населения, вот в мелкой фасовочке, оно приводит к потере интереса у широких слоев огородников, садоводов, пользователей этих препаратов и вызывает сомнения в отношении эффективности использования биологического метода защиты от болезней и вредителей. Здесь, в нашей учебной лаборатории, мы вместе с детьми осваиваем различные методы выделения различных микроорганизмов, в рамках в том числе учебной программы, из различных субстратов, из почвы, из трутовиков, из растений, из семян, из вегетативных, отовсюду, откуда, что только можем найти из деревяшек и отовсюду, отовсюду. В том числе, конечно, биопрепараты не обошли мы стороной, потому что мы всегда надеемся, что в биопрепарате, если в нем заявлено наличие триходермы, то это самый простой путь для того, чтобы получить какой-то модельный микроорганизм, с которым потом сравнивать то, что мы выделили здесь у себя в лаборатории и так далее. То есть это имеет значение не только в части какой-то социальной и практической по выявлению этого живого начала и дачи оценки качества препаратом, но также и большое учебное значение, которое осваиваются эти знания, в том числе юными поколениями юных ученых, которые делают первый шаг в науку. Вы видите, вот здесь вот у меня целая куча, да, вот куча такая целая биопрепаратов, качество которых мы оцениваем, и биоэсектицид, и лепитоцид, битоксибацелин, гомоиролирин, мезотропин, украинский биоразряд, чистофлор в разных вариантах, экоризы всевозможные, метаризины в разных вариантах, триходермавериды и пошло-пошло-пошло-поехало. То есть много, самые популярные препараты здесь и даже, вот видите, американские есть, французские, нам люди присылают, мы все это оцениваем с большим удовольствием, мы их информируем о наличии или отсутствии там живого начала. Все это занимает довольно много времени. Я хочу сказать, что вся работа, которая была проделана, она была проделана очень ответственна. И вот эта большая преамбула, которая предшествует обсуждению темы некачественных биопрепаратов, я думаю, она нужна именно для того, чтобы вы поняли, что это не бла-бла-бла какое-то и не конкурентная борьба между разными производителями, а это нормальный, абсолютно объективный и очень тщательное исследование, тщательное изучение этих препаратов, которое позволяет в то же время дать им оценку, оценку их качества. И сейчас я приступлю в таком, ну, видите, не формат прямого эфира, но что-то в этом роде, потому что у меня есть ряд типичных вопросов, вопросов уже больше тысячи под нашим роликом о том, что некоторые из этих биопрепаратов, партии этих биопрепаратов оказались некачественные и не содержали живого начала внутри себя, поэтому не являются пригодными для размножения в домашних условиях, либо же содержали живое начало в таком ничтожном количестве, что тоже не являются пригодными для использования в домашних условиях, потому что мукор, потому что какие-то другие грибы, аспергилы, пеницилы и так далее, они получат большое преимущество, их здесь гораздо больше, нежели чем заявленного основного компонента. Причины этому могут быть очень разные. Покупают китайское, разбавляют, разбодяживают, не соблюдают правила асептики, разбавляют черт знает чем, с грязью чем-то, ну с грязью в смысле с обсеменением, и пакуют в пакетике, контроля все равно нету и так далее. Но при этом надо отметить, что нет уже речи о том, что все препараты являются некачественными. Нет, отдельные партии отдельных наименований производителей являются некачественными. Итак, отвечу на основные вопросы, которые были заданы под тем роликом. Их очень много, ответить на каждый невозможно, но в целом они группируются в какие-то основные группы, и я думаю, что на большую часть вопросов я отвечу. Первый был крик души многих наших подписчиков, что Иван Анатольевич, не молчите, народ негодует и ругается, что я не отвечаю на вопросы. Ну, в силу того, что я являюсь непрофессиональным блогером, я все-таки работаю и не на одной работе. У меня есть периоды, когда я должен посвятить себя в большей степени своей основной профессиональной деятельности, и поэтому блогерство отходит на второй план, и я просто не имею физической возможности уделять достаточно времени ответам на вопросы. Но как только время появляется, я возвращаюсь и, конечно же, стараюсь все комментировать. Так произошло и в этот раз. На носу 31-й республиканский конкурс научно-исследовательских, биолого-экологических работ учащихся. Это важно. Первый вопрос. Теперь понятно, почему не у всех получается размножить биопрепараты. Чтобы не навредить, не заразить свою землю, решила вообще забыть про эти препараты. Получается, что вся ваша наука потерпела крах. У нас нет возможности проверить, что нам подсовывают. Буду пользоваться купоросом, луковой шелухой, зеленым удобрением, железно-медным купоросом. Спасибо за ваш труд, но я потеряла к этой теме интерес. Одна из наших подписчиц такой вот задала и вопрос, и комментарий оставила. И он довольно такой многочисленный. Во-первых, мне кажется, что здесь есть смещение. Знаете, есть такая история. Человек бьет собаку палкой, и собака кидается на эту палку и ее кусает. И все говорят, о, глупая собака. Человек же бьет, не палка же виновата, а человек. Почему-то негодование какое-то сместилось за то, что в биопрепаратах нет живого начала, сместилось на меня, на наш канал и на выпуск. А не на производителей, которые допустили отсутствие качества в своих биопрепаратах. И почему-то моя наука потерпела крах. Моя наука не потерпела крах. Слушайте, у меня все в полном порядке. И любой, кто получает в руки чистые нормальные культуры или препарат, который не содержит там примесей и грязи, у него тоже все в полном порядке. Крах может потерпеть определенный производитель, который какую-то туфту, извините, там бодяжит и туда пихает. И как раз я все время говорю, что в этом и есть главная опасность того, что люди отвернутся от биопрепаратов, что они на рынке некачественные. Конечно, это вопрос гораздо более глобальный. Возможно, доставить на государственном уровне вопрос о необходимости контроля качества, какие-то стандарты выпускать, какие-то ГОСТы, требования и так далее. К химическим синтезированным препаратам же такие требования есть. Они же, каждая партия должна, по крайней мере, оцениваться, по крайней мере, в крупные фасовки, то, что идет в фермерские хозяйства, в крупные агропромышленные хозяйства и так далее. А почему это не надо делать в отношении этой продукции? Тоже надо делать обязательно. Поэтому я не могу сказать, что наша наука потерпела крах. Нет, надо просто получить в руки качественный препарат, который дальше размножать и использовать полностью в соответствии с тем, как мы рекомендуем. Следующий вопрос. Иван, в ноябре-декабре 2019 года представляете видео посева биопрепаратов. Метарезина, глиоклодина на разных средах. Упаковки вы показываете. Люди поверили, купили, ждут, а теперь сообщаете, что препараты как пустышки. Вы бы сначала проверили, а потом рекомендовали. Как-то нечестно получается. Понимаете, когда показываю, что оно там есть, это один вопрос. А возможность использования для размножения в домашних условиях – это вопрос, конечно, другой. Я не могу посыпать сейчас голову пеплом и говорить, что ай-яй-яй, как все было плохо, и почему мы раньше не сказали о том, что они некачественные. Мы развиваемся, канал развивается. Мы получаем обратный ответ. Чем я делюсь? Я делюсь своим опытом, своим опытом делюсь. Точно так же, как и любой другой блогер. Делится только своим личным опытом. И я являюсь профессиональным биологом, использую эти биопрепараты в определенном порядке. И у меня есть некая профессиональная концепция, как это все делать. Как профессиональный кулинар будет готовить щи совсем не так, как многие на своей кухне. Как профессиональный огородник, за спиной которого стоит целая огромная корпорация, будет вам показывать, как он выращивает томаты. Это совсем не значит, что у вас получится точно так же. Я вам продемонстрировал свой опыт, свой личный. А потом, в отличие от многих других каналов, мы получили колоссальный ответ от широкой аудитории. И вы учились, и мы учились. Потому что невозможно получить колоссальный отклик от аудитории, пока не дать аудитории некий посыл для того, чтобы они что-то сделали. И когда мы начали получать массу фотографий, видео, вопросов, выросло, не выросло, оно не оно, является оно тем или не является, тогда мы стали копать глубже в эту проблему, потому что мы выявили, благодаря вам, нашим подписчикам, зрителям, выявили наличие этой проблемы. И тогда ушли в глубину и в ширину, и стали широко исследовать эти препараты. И поэтому сейчас мы объясняем, почему зачастую не получается вырастить дома биопрепарат, и почему не получается тот эффект, которого ожидают люди от биопрепарата при применении его в своем хозяйстве. Здесь не должно быть каких-то противоречий выявляться или какой-то быть обиды, потому что это абсолютно гармоничный, абсолютно естественный процесс, абсолютно нормальное развитие, которое вы и наблюдаете в режиме онлайн. Еще один вопрос, что за бред он говорит? Знаете, есть люди токсичные, есть люди с разными нервами, есть люди с разным нервным устройством. Поэтому некоторые реагируют отрицательно на подобного рода выпады, что за бред, какая-то экспрессия, как-то ругаются люди и так далее. Не стоит на это реагировать, все мы разные, все мы с разным эмоциональным статусом и разным отношением, все нормально. Наберите процветок триходермы, все эти препараты рекламировал как лучшее, посмотрите. Я ничего не рекламирую, вообще ничего никогда не рекламирую. Если что-то вдруг зарекламирую, то обязательно предупрежу, что я рекламирую, что этот материал является рекламой чего-то. А если я про это не говорю, то ничего не рекламирую, вообще никогда. Потом рекламировал как лучшее, возможно впечатление создается как лучшее. Я говорю о препаратах как лучших, исключительно об эктогене, стимуле, гулевере, ну некоторых других там, других каких-то производителей, в том числе тех препаратов, которые не реализуют интернет-магазин процветок. У меня есть определенная и значительная независимость от интернет-магазина процветок. Это не мой магазин, это не я хозяин его, и поэтому не надо меня обвинять в том, что я соблюдаю чьи-то узкокоммерческие интересы. Абсолютно нет, это вранье, это ложь, это необоснованные обвинения. Поэтому именно так я буду относиться к подобного рода выпадам и никаких других комментариев по поводу подобного рода выпадов давать не буду. Совсем согласны, кроме зеленой пачки триходерма вириды от нашего хозяйства. Ну, наверное, вот такая вот зеленая пачка триходерма вириды от нашего хозяйства. У меня такая одна пачка, у меня такая другая пачка, у меня такая третья пачка, это триходерма вириды от нашего хозяйства. И что я вам могу сказать, что только из одной из пачек, ценой больших усилий, вот рассева на чашках Петри и так далее, и так далее, удалось выделить оттуда буквально единичную колонию этих грибов, которые действительно представляли из себя эту триходерму. Мне кажется, что главная проблема у них в том, что они в качестве основы для своего препарата используют сахар-песок. Он отсыревает, создается сильная гипертоническая среда, которая, возможно, губительно действует, в том числе на споры триходермы. Это мое предположение. Или они где-то покупают эти споры, эту споровую массу, и потом сахар-песок красят пищевыми красителями в зеленый цвет. И если добавляют, то добавляют так мало, что никаким образом оно не соответствует тому, что здесь написано относительно количества тех спор, которые здесь должны быть. Ну и тем самым обуславливают очень низкую вероятность того, что отсюда можно выделить какое-то живое начало. Поэтому в отношении всей группы вопросов могу сказать так, что да, шанс вы имеете, но рекомендовать для массового использования я не могу. И представьте себе, что если это лишь маленький шанс, что вы оттуда выделите это живое начало, и у вас получилось, то в таком случае, так вы же посеяли на благоприятную среду, стерилизовали, в тепленькое место поставили, там минералочкой подкормили и так далее. А что такое в почву бросить? Да никогда оно там не выдержит конкурентной борьбы в этом котле биохимическом, микробиологическом, которым является почва. Поэтому отсюда и мои рекомендации, отсюда и мои характеристики данной группы препаратов. Получилось, я только рад. В то же время человек пишет, что да, бывает, что не с первой пачки, но получить можно. За старательность, за упорство, за желание выделить и размножать я могу поставить только плюс 1500 баллов тем людям, которые действительно поняли, про что мы говорим, о чем мы говорим, за что мы агитируем и про что мы рассказываем. Просто 1500 баллов за это. А какие купить препараты? Будет ролик, если уж мы перешли на биопрепараты. Вот сейчас нужно уже делать землю для рассада, вы говорите, что нужно внести в землю препарат метарезин. Купила и вот ваш ролик, помогите разобраться. Могу сказать так, что, конечно, мы будем характеризовать разные препараты. Ролики уже готовы некоторые по поводу, в том числе, хороших препаратов. Поэтому просто следите за нашим каналом. Я уверен, что и в группе метарезина в очень близком времени появится очень высококачественный препарат. И если тысячная армия наших поклонников смотрит этот ролик, и вы сейчас можете нам поаплодировать, нам, нашему каналу, потому что, пожалуй, мы единственные, единственные, это без излишней похвальбы и бахвальства, единственный канал, который влияет, активно влияет на умы и сердца не только наших подписчиков, но и производителей этих препаратов. И есть производители, которые по прошествии года, там полутора, сколько мы транслируем эту информацию о биопрепаратах, поменяли свой подход к производству препаратов, поменяли свое производство и начали выпускать действительно качественную продукцию. И обязательно мы, конечно, об этом с вами поговорим. И благодаря, ну, похвалюсь, но так оно и есть, но если это объективно, то объективно. Благодаря нашему каналу мы изменили менталитет производителей, их подходы к производству этих препаратов. Кто успел, тот съел. Кто не успел, извините. Работать надо, понимаете, работать. Не рекламой бла-бла заниматься, а работать. Надо с этим завязывать. Желтоватый цвет дает имит резин, зеленый цвет и утриходермы, как простому человеку без микроскопа распознать. А не надо без микроскопа распознавать, надо просто приобрести качественную закваску и работать так, как мы рассказываем. Дело ближайшего будущего, я так надеюсь, по крайней мере. Чудненько. Сначала Иван увлек размножением биопрепаратов. Много-много роликов на эту тему. В разных средах. Думаю, было бы честнее начинать все это возьми с биопрепаратами, если бы по умолчанию все препараты именно были тем, о чем заявлено производителями. Либо нас предупредили, что это занятие только для подготовленных, имеющих микроскопы. Но я думаю, что я уже ответил тоже на подобного рода вопрос. Вопрос не в нашем канале, вопрос в производителях препаратов. Отсутствие стабильности качества, засорение посторонней микрофлорой и так далее. Понимаете, здесь же такая история. Ну хорошо, нельзя размножить, а можно ли использовать, не размножая? Вот просто сыпать согласно инструкции производителя. Ну можно, конечно, но вопрос зачем, эффективности же не будет. Все ясно, завязываем с биопрепаратами и переходим на химию. А вы уверены, что химия, которая продается в мелкой фасовке, отражает качество препаратов? Да не смешите вы меня. Слушайте, под 50% лекарственных средств, которые проходят невероятное количество экспертиз и всего-всего остального, в аптеке можно купить пустышку полнейшую. Почитайте аналитические статьи по рынке фармпрепаратов, в той же Российской Федерации, в Беларуси с этим подстроже, у нас страна маленькая, контроля больше. Но почитайте. А вы хотите, чтобы химически синтезированные препараты для населения содержали действующие вещества и работали? Да ничуть вам это не поможет, ни грамма. Но обратите внимание на наш канал. Ведь мы никогда не говорим только так. Или вот мы говорим в этом ролике так, а в этом ролике так, а в этом ролике так, а в этом ролике так. А иногда в одном ролике даём несколько путей, по которым вы можете выбрать. Вы можете использовать стимулирующее действие препарата стимул. Прекрасно, замечательно. Он ещё от фузырёза защищает и от целого комплекса болезней. Но нет у вас его, пожалуйста, возьмите луковую шелуху. Но нет луковой шелухи, пожалуйста, сделайте настойку на хвою. Но нет у хвои, пожалуйста, возьмите, сделайте блендером такой специальный препарат ауксиновый, стимулирующий на основе проростков горчицы или рапса или ещё чего-то. Слушайте, мы даём вам колоссальное количество альтернативных различных вариантов. И вы всегда можете выбрать какой-то по себе. Многие обижаются, говорят, боже, столько вариантов, целую книгу можно написать. Можно. Написано уже. И дайте нам какой-то один. Да это неправильно. Нельзя давать только один. Потому что есть много разных хозяйств, есть много разных людей, есть много разных подходов. Что-то доступно, недоступно, получается, не получается. Именно этим и отличается наш канал от многих-многих других. Поэтому перейти на химию, можете перейти на химию. Все вольны делать, что хотят. Но это абсолютно не выход. Абсолютно не выход. У меня триходерма вериды в зелёном пакетике, вот в таком вот, вероятно, тоже пакетике, который вы показали на перловке и жидкости, прекрасно выросла. Причём вся банка в изумрудных спорах. Я могу только за это порадоваться. Ну, тоже уже, я думаю, ответил на этот вопрос, прокомментировал. Я что-то плохо стал понимать. Вы нас сами учили все эти препараты размножать в домашних условиях, чтобы не тратить деньги. А теперь они стали плохие. С чего бы это? Не вижу связи между размножением препаратов в домашних условиях и препараты стали плохие. Да они и были плохие. Именно поэтому и тема пошла о плохих биопрепаратах. Потому что я беру, размножаю, получается. Люди берут, не получается. Слушайте, год целый анализировали, почему не получается. И пришли к выводу, почему не получается. Потому что много разных партий. Потому что есть разные производители. Потому что нет стабильности качества. Потому что один пачечку берёт, получилось. А 20 взял эту же пачечку, не получилось. Пошёл расти аспергил, пеницилл, мукр и всё остальное. Потому что нет хорошей закваски. В этом всё дело. Надо искать, надо находить хорошую закваску. И тогда всё получится. Следующий вопрос. Иван, нет причины сомневаться в вашей компетенции. Берёт сомнение, не фальсификат ли это, купленный на рынке садовод в Москве, а не у производителя или официального дилера. Не исключаю. Если подделывают пищевые продукты, если подделывают фармпрепараты, лекарства, то уж подделка биопрепаратов, за которыми и контроля тоталкового нету. Никакого ни со стороны нашей инспекции по защите растений. Ноль. Ноль вообще полнейшей контроля за качеством. Но он не нормирован. Нет нормативного документа, нет необходимости в контроле качества. И ноль там со стороны санэпиднадзоров. Опять же, нет нормативного документа, нет контроля качества. И всё, и точка на этом. Поэтому нет причины думать, что это не может быть фальсификат. Вполне может быть фальсификат. А тут метарезин, ссылка на ролик есть, прекрасно работает. Как это понять? Потому что одно дело высеять на чашечке Петри, я уже сказал, имея профессиональный опыт микробиолога, и совсем другое дело посеять это на отруби, определенным образом отстерилизованное. И дело в закваске, дело в количестве. Здесь тоже похоже, что Иван в торговую войну ввязался. Наука здесь ни при чём. Нет, наука здесь при чём. Здесь при чём разные подходы. Партия была другая, Сиян Амин говорит. Конечно, и партии разные. Мы уже перешли на тестирование разных партий одного и того же препарата, полученного из различных источников. И наши подписчики, наши поклонники помогают нам собирать из различных точек мира, мира различные биопрепараты для того, чтобы, в том числе одного наименования, для того, чтобы оценить их качество и наличие там живого начала. У Ивана много противоречивых видео, и это настораживает. Нет у меня противоречивых видео. Назовите противоречивые видео, и я тогда прокомментирую. У меня есть альтернативные видео. Если я говорю, что смузи из проростков крестоцветных растений прекрасно стимулируют, а потом говорю, что и препарат стимул прекрасно стимулирует, а потом говорю, что можно приготовить стимулирующий препарат ещё в домашних условиях на основе чего-нибудь, будь то это никаким образом не является противоречием. Эта информация не противоречит, а дополняет друг друга. Еще один подписчик отвечает, другой нашей подписчица по поводу партии. Ага, партии, вы хоть курсите, что такое техпроцесс? Вчера были честные производители, а сегодня аж пять фирм сговорились, стали гнать аспергилл и сахар. Вот уж эти фанатики. Стабильность качества является краеугольным камнем многих-многих производителей, многих продуктов, даже пищевых продуктов. А уж говорить о биопрепаратах даже и не стоит. Поэтому наша подписчица Сияна абсолютно права в своем замечании. Стабильность качества отсутствует. Деньги. Год назад делал видео чисто для просвещения, потом про цветок сделал выгодное предложение. Это видно на их других видео, где он рекламирует всякие чудо-снадобья. Их кто-то проверял? Да, проверяли. Мы проверяли. Мы проверяли, и мы даем нашу информацию. Все предположения конспирологические из области параноидальных идей. Не думаю, что их стоит рекламировать. Как раз такой метарезин добавляла в землю при составе почвосмеси для рассады в декабре. Что делать? Выбросить? Нет, ни в коем случае выбрасывать нельзя. Почва – это такой большой биохимический котел, где чуждые микроорганизмы будут подавлены конкурентной микрофлорой. Поэтому выбрасывать точно не нужно. Ничего они не производят в Китае, покупают и фасуют. Это в отношении биопрепаратов и производителей некачественных биопрепаратов. Соглашусь с этим комментарием. Чем больше я испытываю этих препаратов, тем больше я убеждаюсь в правоте этого замечания. Иван, большая просьба проверить и сделать обзор новых препаратов на процветке. А то уже встретил отзыв, что фунгелекс не живой. Его нельзя будет размножать. Обязательно. Мы обязательно продолжим всю эту работу. И вы зря думаете, что только препараты, продающиеся на процветке, в интернет-магазине «Процветок», вот они являются качественными. Эти разборы являются абсолютно объективными. Понимаете, ведь всегда есть риск или альтернатива, что кто-то возьмет и сделает точно такой же ролик и покажет, что нет там качественное и некачественное. Слушайте, у меня тоже были такие случаи. И когда я выявлял наличие качества биопрепарата, то вдогонку делал сразу же ролик и говорил, что знаете, с пятого раза я купил у нас в минских магазинах препарат, который показал прекрасное качество. И если я говорил что-то плохое в отношении там производителя этих препаратов, то беру свои слова обратно, они не виноваты. Виноваты скорее продавцы, которые совершенно в неадекватных условиях проводили хранение этих биопрепаратов. Возможно, заморозка, оттаивание, жара, жара, заморозка, оттаивание, еще. Что такое? Не знаю, что они с ними делали. Но, по крайней мере, если вдруг что-то выявляется в обратную сторону, то мы сразу вас об этом информируем в обязательном порядке. Собственно говоря, в моей практике это был один-единственный случай в отношении одного-единственного украинского производителя. Когда один раз, второй раз высевал, ничего не высевалось, ничего не получалось с контролями, не выявлялось, вообще ничего живого. То есть там ни грязи не было, ни заявленного компонента, там вообще ничего не было. Просто стерильная жижа налита. Как вообще в производстве можно добиться туда помещения стерильной жижи в этот пакетик? В любом случае что-то туда прилетит. Но потом оказалось, что недавно есть качество и очень хорошее качество. То есть не производитель виноват, виноват продавец. Что ж, я надеюсь, что мы и дальше будем очень хорошо взаимодействовать и сотрудничать с нашими подписчиками, активистами нашего канала, от которых будем постоянно иметь обратную связь. Будь то в успехе применения методов, которые мы рекомендуем, будь то в успехе, неуспехе применения биопрепаратов, будь то в успехе, неуспехе их измножения или проверке на качество. Будьте с нами. Мы обладаем информацией, которой не обладает никто. И мы можем влиять, все вместе, вместе с нашими подписчиками, можем влиять на производители этих препаратов, чтобы они выпускали их лучше и качество их было лучше. При том, что настоящие грамотные производители очень хорошо реагируют на подобного рода замечания и потребности потребителей. Об этом мы обязательно тоже расскажем на нашем канале. Ну, конечно, в том случае, если результат будет положительным. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!